Фестиваль Вологодчина за активное долголетие прошел сегодня в Вологде. Он приурочен ко дню пожилого человека. Свой опыт по работе с людьми золотого возраста представили учреждения разных районов области. В основе многих презентаций опыт Вологодского проекта «Забота», который сейчас активно распространяется по региону. Рецепты активного долголетия из разных уголков Вологодской области узнала Алена Закатаева. Мастер-классы по рукоделию и народному ремеслу, консультации по компьютерной и финансовой грамотности выставки и многое другое. На фестивале можно было увидеть и попробовать все, чем занимаются пожилые вологжане в разных уголках области. Одним из ключевых моментов стала презентация центров активного долголетия. Этот проект был создан в Вологде и теперь распространяется по всему региону. Сегодня уже открыто 19 таких центров, и мы видим огромный интерес представителей старшего поколения именно к такой форме работы. Это наиболее активная часть нашего общества, можно сказать, представителей старшего поколения. У них уже есть и мудрость, и свои навыки, и очень большие знания. Нам очень важно привлекать потенциал старшего поколения к улучшению жизни в целом области. Вологодские наработки признаны на всероссийском и даже на международном уровне. Поэтому такие центры до конца года будут открыты в каждом районе области. Сейчас забота – это не просто место, где пожилые люди общаются. Они еще и передают свой опыт молодому поколению и учатся чему-то новому. Вот и пройти тесты на IQ оказалось проще простого. Да и результаты отличные. На областном фестивале это испытание стало весьма популярным. Тесты проходят на общие умственные способности. Это тесты Айзенка. Только немножко они упрощены. То есть мы взяли не 40 вопросов, а 20. И выбрали более такие для пожилого возраста. Они проходят их в течение 15 минут. Дальше мы проверяем их результат. Говорим, какой у них уровень IQ. Норма у человека от 100 до 130. Рекорд – 120 баллов. Это гимнастика для ума, рядом для тела. Открытую тренировку провели представительницы Кич-городка. Заодно можно и состояние здоровья проверить. Проверяем у присутствующих уровень глюкозы в периферической крови для того, чтобы выявить. Это скрининговое обследование, которое позволяет выявить лиц с повышенным сахаром, то есть с сахарным диабетом или с предрасположенностью к нему. А еще здесь можно узнать индекс массы тела, измерить артериальное давление и получить консультацию по правильному питанию. Ведь здоровье – это основа активного долголетия. Что для вас активного долголетия? Вести здоровый образ жизни, питание, чтобы было прекрасно, и отсутствие вредных привычек. В Вологде в вопросах активного долголетия – бесспорный лидер. Удивительный результат, но пенсионеры, посещающие Центр забота, а ему завтра исполняется 5 лет, даже болеть стали меньше. Возраст не мешает им осваивать новые горизонты. Ежегодно в Центре забота в областной столице насчитывается свыше 100 тысяч посещений. Работают 90 кружков по самым разным направлениям. А День пожилого человека ветераны предпочитают называть Днем мудрости. Ведь они молоды душой и готовы к новым свершениям.